Чувашская республиканская организация инвалидов войны в Афганистане уже в восьмой раз организовала для школьников Чувашии поездку в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Причем в этом году прибавилось еще два значительных повода. 70-летие Великой Победы и 75-летие Сызранского летного училища. Побывал там и наш корреспондент. В настоящее время Сызранский филиал военно-учебного научного центра Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина – единственное военное учебное заведение, которое готовит летные кадры для вертолетной авиации. В этом году поездка получилась массовой. Два комфортабельных автобуса едва вместили всех желающих. В число 95 представителей нашей делегации вошли старшеклассники Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Шумерле, Чебоксарского, Канажского, Цивильского, Янтиковского, Шамуршинского, Урмарского и Козловского районов. Два дня будущие абитуриенты знакомились с преподавателями филиала, жизнью и бытом военных курсантов и переночевали в настоящей казарме. Неподдельный интерес как у ребят, так и у сопровождающих вызвали полеты на вертолетных авиатренажерах в кабинах боевого вертолета Ми-24 и военно-транспортного Ми-8. Итак, наступает кульминационный момент нашей сегодняшней экскурсии. Нашей съемочной группе и ребятам разрешили побывать на аэродроме Троекуровка и своими глазами увидеть начало ночных полетов, которые начинаются в 19 часов. Сзади нас находится как раз аэродром и вы своими глазами можете увидеть и услышать эту технику, в которой сейчас находятся курсанты летного училища. Бурю восторга у ребят вызвало каждое приближение бортов, отрабатывающих полеты по кругу. Где, как ни на самом летном поле, откровений получаются разговоры с отшедшими небес курсантами, только что отработавшими свою летную программу. Вот сейчас я летал пять кругов, выполнял. Самое главное – это полет по кругу, когда выполняется взлет и посадка, отрабатывается. Уже на пятом курсе нам осталось четыре месяца всего лишь. Это уже второй тип у нас идет, мы осваиваем. Первая поездка в Сызранский филиал состоялась в 2008 году. Сегодня один из ее участников, выпускник Алексей Васильев, служит на военной базе в Армении командиром экипажа вертолета. Многие авиаторы Чуваши – выпускники именно Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Среди них герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Гаврилов, а также организатор поездки, председатель Чувашской республиканской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалиды войны, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. Я считаю, что цели и задачи поставлены на ежегодную традиционную экскурсию мы выполнили. И благодаря командованию училища Александра Александровича Осанова мы, естественно, надеемся, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. Чувашские парни будут стремиться поступать в это училище. Надо отдать должное Чувашской республике, ее руководству и, наверное, лично Геннадию Петровичу Матвееву в этом плане, потому что он выпускник нашего училища, ну, наверное, во многом на энтузиазме этого человека и на огромной поддержке руководителей республики вот это все стало возможно, потому что действительно эти встречи, они традиционные. В прошлом году 13 ребят из тех, кто побывали здесь на такой же экскурсии, стали курсантами училища. Год назад мы, как и чувашские ребята, приехавшие сегодня к нам на экскурсию, немного с завистью смотрели на казармы, на вертолеты, на курсантов. Ну и, наконец, сегодня мы тоже курсанты. Сбылась наша мечта, но к ней мы шли через упорный труд. Наше училище самое лучшее. Поступайте к нам, пацаны, и тогда сами поймете, сколько счастья в погонах на плечах. Курсанты получают ежемесячно 2 тысячи, проходящие службу по призыву. После заключения контракта минимальная сумма 10 тысяч составляет, и также различные надбавки за физическую подготовку, за учебу, за работу с секретными данными, за летную подготовку и много различных надбавок. Огромное спасибо товарищу майору Матвееву и своему отцу, то, что они вдохновили меня сюда поступить, как летчики армейской авиации. Пожелать им крепкого здоровья и долгих лет. Спасибо вам, товарищи офицеры. Больше всего в Сызринском военном училище мне понравились военные тренажеры и Сызринский аэродром, на котором большое количество вертолетов. Вот что ты решил для себя? Я решил для себя, что Сызринское военное училище встает на одно из первых мест в выборе моей профессии. Организаторы поездки и руководство летного училища надеются, что и в этом году ряды курсантов из Чувашии пополнятся. Уже во время экскурсии 30 выпускников республики изъявили желание поступить в Сызринское летное. Родион Архипов, Владимир Егоров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин